На выборы вот надо ехать, так не приехали, до 7 вечера подождала и так и результаты не приехали. Хотя у нас два инвалида и не подъехали. В единый день голосования Тамара Алексеевна так и не смогла выполнить свой гражданский долг. Из-за перенесенного инсульта прийти на избирательный участок женщина была не в силах, а потому сделала в избиркоме заявку на дом. Противостоять непролазной грязевой жиже машина выездной избирательной комиссии так и не отважилась. С приходом сумерек здесь и вовсе не пройти, жалуются люди. Уличное освещение отсутствует, централизованного водоснабжения тоже нет. Сами немножко подровняем, хотя бы через дорогу перейти в воду набрать. Все. Ни свету, ничего. Темно. И выйти вечером, ходишь вот так или фонариком таскаешь. Там канал копали. Каманы все разбили. Тут дорога. Тут не дорога, а не знаю чего. Сейчас расквашенная грунтовка подмерзла. Но с первой потайкой проблема всплывет вновь. Улица Олега Кашевого единственная ниточка, которая связывает местных жителей с большой землей. А это люди преклонного возраста, семьи с малолетними детьми, школьники и студенты. Возить на тележках воду с колонки, добираться до учебных заведений, ходить в магазины и аптеки приходится ежедневно. Песчаная подсыпка, которую произвели этим летом дорожники, не помогла. Чтобы превратить болотистую трясину в нормальную дорогу, нужен ремонт. Скорую не вызвать ничего. На такси. Вот я не ехать. В больницу, допустим, меня надо к машину вызвать. И говоришь, вот с той стороны подетели, доползешь вот нам дотуда. Уже самого дома сделали. Вот этот участок осталось. Подписи мы собирали, они подписывали. Все документы у них есть. Выезжали, и Рогатых здесь был. Ну все. Вот вся администрация была здесь. Насчет воды Палкин подписал. Что он будет нам помогать. Ну теперь Палкин теперь в этом. В Москве. Все, нам даже некуда обращаться. Они на нас внимания не обращают. Будет ли сделана дорога на Олега Кашевого? Ответ на этот вопрос люди безрезультатно ищут уже несколько лет. Начиная с 2014 года, ответы из администрации всегда одни и те же. При формировании плана работ по ремонту будет рассмотрен вопрос о включении данной дороги. Видимо, рассматривается он до сих пор. Такая же отписка пришла и по проблеме об устройство наружного освещения. Заявку на получение комментариев от должностных лиц в администрацию города мы направили. В ближайшее время готовимся получить ответ, который обязательно разместим в одном из наших выпусков.